Всем привет дорогие друзья! Вот и подошел к концу третий сезон известного похмельяненко шоу. И нет вообще никаких гарантий, что четвертый сезон когда-либо выйдет, ведь единственный актер явно не в той форме, которая позволит ему функционировать хотя бы чуть-чуть. Да и вообще, судя по последним событиям, со здоровьем там явно все печально. Как вы наверное знаете, недавно Емеля пролетел над гнездом кукушки в бою против Дацика. И такой исход многих шокировал, ведь почему-то люди считали, что он восстановил форму, а значит у Дацика нет шансов. Походу сам Емеля так тоже считал, ведь в своих видео прямым текстом говорил о том, что форма хорошая, чувствует себя молодым, омолаживается и выглядит на все 18 лет. Я смотрю сейчас на молодежь, я бы тоже подрался с 18-летними, мне 18 лет. За месяц он не успеет восстановиться, набрать, выйти против меня, достойно показал бой. Я взвинчивый темп и возьму его голыми руками. Я в порядке, я хорошо дышу, я отлично бегаю, я хорошо, у меня летят руки, я отлично стою на мешке. Форму я набрал отличие, вот сейчас буду бить народ и радовать вас своими победами. Я не знаю, куда он на меня прыгает, я вам хочу сказать, эти жирные рыжие обезьяне, передайте нам, я не знаю, собака с муромских лесов. Пусть готовится, вот, этот бой состоится, этот бой будет. Вот, я его побью, вот, отправлю спать эту жирную падлу. Но вышло то, что вышло, и теперь у нас еще один летчик-вертолетчик над гнездом кукушки. Причем более жесткий, чем предыдущий, ведь Кокляев в том бою показал больше интересных вещей, даже смог попасть по своему сопернику и продержался дольше. Вот дожили, хвалим Кокляева за тот бой, капец какой-то получается. Но в случае с Емелей вообще непонятно, что это было. Больше похоже на розыгрыш, зрителей походу троллили там, мол, вы ждали 13 лет, нате вам 13 секунд боя, нормальный такой троллинг. Однако больше всего удивило не само поражение, а то, как Емеля стал вести себя после боя, вместо того, чтобы нормально признать свой проигрыш и сказать, что да, я действительно был слабее, он выдал настоящий бред. Когда ему задали вопрос, почему же так вышло, он на полном серьезе заявил, что Дацик от него убегал, а тут просто его догонял. Но, видимо, догнать не смог и отправился спать. Поспешил его быстро побить. Везде погнал, погнал, убегал, убегал, встал. Я вроде дернул, но он из поджога кинул свою коронку. Что вообще он несет? Неужели, глядя на эти кадры, может сложиться впечатление, что тут явное преимущество за нашим сегодняшним героем? Я не ожидал. Я вышел, я недооценил Дацик, вышел такой на расслабоне, это самое. И что за бред, что он вышел на расслабоне? Он же явно долго к этому бою готовился. Неплохо так скинул вес и стал выглядеть лучше, чем пару месяцев назад. Регулярно тренировался, интервью давал, то есть было видно, что бой для него важный и по сути шанс вернуться к нормальным боям. И неужели на такой важный бой следует выходить на расслабоне? Я чуть не понимаю, видимо Емелю покусал Джиган и теперь он тоже на расслабоне и на чиле. Пока на расслабоне, на чиле. И да, с боями, даже будучи в такой убитой форме, он завязывать в принципе не собирается. С его слов, уже запланированы тренировки, сборы и все в таком роде. Он даже не пробовал немного отдохнуть и восстановиться толком. Отмечаю, что я исправлюсь, я реабилитируюсь. Дацик, готовься. То есть нет у человека хоть сколько адекватного понимания ситуации и он думает, что организм железный и можно набирать форму, даже когда ноги еле ходят. Ну а также Емелю потянуло философствовать после боя и он стал толкать умные фразочки. Люди добрые. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это спорт. И многие из вас думали, что дацик проходной. Сейчас вы видели, что он хороший боец. Знаете, когда было подобное? А примерно год назад, когда Хмельной вышел против Марсио Сантоса и тоже позорно слил тот бой. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Бездейцы в нашей жизни. Это одно из самых худших вещей. И после всех этих философствований произошло возвращение к бутылке. Нет, я сейчас не троллю. Я прекрасно понимаю, что алкоголизм это тяжелая болезнь. Но вот почему-то герой нашего видео этого не понимает и постоянно говорит о том, что я же как все могу иногда выпить. Только вот есть большая разница между обычным человеком и алкоголиком. Обычный человек может выпить, а потом спокойно не пить несколько месяцев. И ему вообще это не надо будет и неинтересно. А алкоголику достаточно один раз выпить 100 грамм и понеслась. Уже его не остановить. И тут и ровно такая же картина, как год назад. Я чуть недооценил соперника. Я буду больше готовиться и возьму реванш. С Марсио Сантосом он также говорил такое. Буду тренить, пофилософствую немного и дальше за бутылку. И неужели в его окружении нет того, кто бы сказал, «Все, хватит, остановись, побереги здоровье, пройди реабилитацию, а дальше, если все будет хорошо, можешь потихоньку начинать тренить и возвращаться к боям». Но нет, никто ничего подобного не говорит. А все только то и делают, что пытаются на нем нагреть бабок. Что организаторы, что менеджеры. Им-то пофигу. А куда смотрят его родные и близкие, мне вообще непонятно. Все такое чувство, что слепые и не понимают, что человек болен и ему нужна помощь. Да и фанатам Емели тоже явно пофигу на него. До самого боя они писали, «Саня, ты красавец, всех порвешь, да цикунь жить». А теперь пишут, «Александр, 13 секунд, Емельяненко, синий мастер» и все в таком роде. Одно дело я и мои зрители. Мы сразу понимали, что почем и что следует ожидать от Бухаря. Ничего иного, как позорного поражения, в принципе, ожидать и не следовало. Поэтому сейчас упреки, которые от нас исходят, они закономерные. Они не расходятся с тем, что я говорил ранее. Правда, и мы все тоже были очень шокированы 13 секундной блестящей погоней за дациком. И как он мастерски чуть было не сокрушил его. Но проклятый удар из-под жопы все испортил. Кстати, у Емели взаимная любовь со своими фанатами. И у себя в ТикТок он разместил ссылку на букмекерскую контору «Леон», которая является весьма сомнительной конторкой. Но, что еще важно, ссылка там-то реферальная. Значит, Емеля заработает процент на каждом, кто вложится. И естественно, что его фанаты ставили на него. Он им все уши прожужжал, как побьет дацико. И они, как лохи, поверили во все это. Печальное зрелище, не иначе. Теперь, после такого огромного хейта и такого позорного поражения, только запой. Подобное происходит, когда есть поломка личности. И с этим очень сложно справиться. Без специалиста практически невозможно. А чтобы начать работать в этом направлении, нужно осознать свою проблему. И принять ее. Как и год назад, я не вижу даже намеков на то, что он свою проблему осознал. В очередной раз мы видим понты, оправдания и бесконечное количество вранья. И приписывание себе тех свойств, которыми он не обладает. Запой – это дело времени. Не сегодня, так завтра. И все эти оправдания смотрятся просто жалко. Ровно как и сам некогда успешный спортсмен. А на этом пока все. Знаю, что многим уже приелись. Все эти Емели и Дацики. Но что поделать? Тема-то хайповая. И нужно ковать железо, пока горячо. И собирать хайп. Да и с другой стороны, все с радостью смотрят наше любимое похмельяненко шоу. Вот на этом и закончим наш третий сезон. Будем ждать дальнейших новостей. И наблюдать за тем, что выкинет пьяный мастер. Всем пока. До новых встреч. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok